Как именно изменится дворец спорта, проектировщики показывают краевым депутатам и общественникам. Говорят, арена станет универсальным пространством и сможет использоваться как для зимних, так и для летних видов спорта. Реконструкция будет глобальной. Для кёрлинга построят специальную ледовую площадку и уложат так называемые айсматы. Это система труб, которые будут её охлаждать. Также обустроят вентиляцию. Проектировщики рассказывают, несмотря на то, что когда-то дворец использовался как ледовая арена, всё придётся переделывать. И объясняют, лёд после универсиады всё же придётся убрать. Мы сейчас убираем этот паркет и возвращаемся опять к тому, с чего всё это и начиналось. Но возвращаемся мы всего на год, на полгода. После проведения всё равно вернётся сюда и паркет, но мы получим в наследие ещё и арену, отвечающую всем требованиям. Технологически очень тяжело укладывать и разбирать айсматы, на которые будет наливаться лёд. Поэтому кёрлинг, он такой вид спорта, который любит. Уложили всё аккуратненько, залили и потом только шлифуют. Полностью реконструируют трибуны. На смену старым креслам придут новенькие, как на Сочинской Олимпиаде. Правда, самих мест будет на 200 с лишним меньше, из-за того, что придётся соорудить временную трибуну для судей и спортсменов. Появятся места для комментаторов и журналистов. Во дворце полностью заменят все инженерные сети, отремонтируют холл, а фасад подсветят. Возможно, даже там появится и экран, если денег хватит. Впрочем, критики проектировщики не избежали. Депутаты говорят, нужно сделать дворец доступнее для инвалидов. Да и благоустройство территории в виде лавочек и вазонов их не устроило. Экран нужно вешать или не вешать, но не обеспечить нормальное благоустройство для вот этой площади, решить его как-то вообще архитектурно, пространственно, планировать, не знаю. Ну, какими-то, не знаю, там, мамами, я не знаю, конкурс объявить студентам, пусть думают, ещё там кого-то. Но сюда просто что-то всё равно бросится. Вы поймите, мы каждый день едем, мы видим это пространство, которое бездарно превращается либо в парковку огромную, можно, конечно, воткнуть лавочки, можно воткнуть вазоны. Какую функцию это оно выполняет? Как сделать пространство перед дворцом красивее, проектировщики обещали подумать. А пока известно, что здесь появится парковка на 115 мест, фонтан просто законсервируют, а памятник Ивану и Рыгину подсветят. На всю реконструкцию потратят 1 миллиард 400 миллионов рублей, из них 90% это деньги из федерального бюджета. Депутаты говорят, сумма, конечно, большая, но всё это потом останется красноярцам. Общие впечатления от проекта остались хорошие. Я доволен тем, что вот этим проектом занимался молодой архитектор. Во-первых, вот могу сказать, что и увидел преемственность, то, что он уважительно отнёсся к автору проекта Орехову Виталию Владимировичу, который когда-то построил вот этот объект. Мы ещё раз вернёмся в комплексе вот вместе с центральным стадионом, чтобы и город привлечь, чтобы часть и город здесь поработал вместе с нами, потому что это же территория для горожан, всё. Остров отдыха уже, как говорится, намоленное место любим красноярцам. О том, что останется после универсиада, тоже подумали. Здесь будут проходить соревнования по волейболу, баскетболу, дзюдо, вольной и женской борьбе, концерты и выставки. А ещё отремонтированный дворец станет домом для волейбольных команд Енисей, которые сейчас ютятся во дворце спорта имени Михаила Дворкина. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.